Приветствую вас, с вами, вообще говоря, все в порядке. Понимаете, в чем дело? Когда мужчина на вас кричал и придирался по мелочам, ну, просто вот, постоянно проявлял негатив к вам, то вы поняли, что человек, вообще-то говоря, ну, не принимает вас такой, какая вы есть, да, то есть ему не нравится, как вы себя ведете, он постоянно пытался вас как-то изменить, подстроить под себя, ну и так далее. И сейчас, когда вы ничего не чувствуете по отношению к нему, это продиктовано тем, что я бы назвал, знаете, такой высшей ступенью жалости. То есть вы говорите, что вам его не жаль. И в действительности вам его не жаль, потому что мужчину-то вы уже пожелели на самом деле, когда дали ему второй шанс. Это и был высший акт жалости, на которых вы, ну, я полагаю, были способны. А после этого все, что он вам гласил, все, что он делал, все-то уже вас не особо-то и волнует. И надо сказать, что в этой ситуации ответственность несете вы оба. То есть нет, нельзя сказать, что, например, виноваты только вы. Если вы виноваты, то в чем вы виноваты? За что вы несете ответственность в данном случае? Давайте подумаем, за что вы можете нести ответственность. Ну вот, предположим, что вы решили расстаться с молодым человеком и сказали им о том, что все, вы его больше не любите, с ним вы быть больше не хотите, да, и, собственно, хотите от него уйти. Хорошо. Но он вас вернул. Вы дали ему второй шанс. И вы понимаете, что он с вами теперь потомух такой и так себя ведет, что боится вас потерять. То есть дело все не в том, что он изменился для вас. Дело не в том, что он осознал свои ошибки, да, понял, что он был неправ, например. А дело все в том, что он боится теперь вас потерять. И именно потому, что он боится вас потерять, он так себя теперь и ведет. И вы это на интуитивном уровне понимаете и эффективно пользуетесь своим положением. Потому что вы теперь поняли, что у вас есть власть, власть над ним. И вы не относитесь к нему как-то непарадоксально, как к равному себе. Вы относитесь к нему как к человеку, который, ну, зависит от вас, который не уважает себя, может быть, даже жалеете его таким образом. То есть вы, по сути, уже его пожелели, когда остались, и, собственно, больше вы к нему ничего не чувствуете. Потому что понимаете, что он делает все это для себя, не для вас. Как вам быть, спрашиваете вы. И ответ на ваш вопрос может быть, на мой взгляд, таким. Ну, во-первых, спросите себя, для чего вы дали ему шанс? Вот какую цель вы преследовали, когда, ну, хотели дать ему шанс? Когда дали ему шанс? Для чего? Что вы чувствовали, когда давали ему шанс вторую? Что вы чувствовали сразу после этого? Вы не говорите, с какого момента внутри вас ничего нет. Вы об этом не пишете. А ведь это очень важный момент. С какого обстоятельства, с какой точки отсчета у вас перестало что-то быть. Если у вас перестало что-то быть с того момента, как он на вас кричал, и когда вы давали ему шанс второй, у вас уже ничего не было. Но это, простите, одно. Если у вас перестало что-то быть внутри, я имею в виду, уже после того, как вы дали ему шанс, наши чувства ушли позже. Но в любом случае вам нужно определить, ради чего вы давали ему шанс, и понять, насколько эти цели, которыми вы руководствовались при предоставлении второго шанса, отвечают тому, чего вы хотите. И после этого вам нужно понять, что чувства, они не вернутся вот так просто. И счастливы вы просто так вот тоже не будете. И вам нужно об этом часто сказать молодому человеку. Что, прости, дорогой, чувств у меня к тебе больше нет, я хочу побыть без тебя. Побыть без тебя, подумать, нужен ли ты мне, есть ли у меня еще что-то к тебе, потому что я не понимаю пока этого. Если вы поступите именно так, то вы дадите и себе, и ему шанс пересмотреть какие-то моменты, заново друг с другом поговорить позже, и может быть, вы увидите друг друга спустя время на встрече тех людей, кем вы были, когда начинали встречаться. А может быть, вы ничего этого не увидите. Никто этого, как бы сказать, вот, наверняка не скажет. Но это единственный путь к тому, чтобы понять, есть ли у вас будущее или нет. Вот мой коллега сказал, что у вас взаимные обиды друг на друга. Вот он пишет, что у вас осталась обида за то, как вы с нами поступили, и такая реакция организма. Надо простить друг друга, и затем научиться находить реальный обоюдный компромисс. Коллега прав в этом, безусловно, но, если у вас не осталось чувств, то нет мотивации делать все вот это. Чтобы она появилась, нужно время, которое вы себе дадите для того, чтобы пересмотреть свое отношение к молодому человеку. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...